Всем приветики, ребята! Я начинаю новый влогик на балкончике сегодня. Мы с Валерой сейчас собрались поехать в гости к Денису с Викой. У нас сегодня будет гриль. Короче, ребята, очень интересная такая в кондо есть зона, где можно приготовить гриль. Но, естественно, она пользуется популярностью, и её нужно бронировать по времени. То есть договариваться во сколько, там, скольки до скольки и так далее. Ну и вот, значит, ребята всё забронировали, ждут нас. Купили там курочки, ещё какое-то мясо и так далее. Сейчас мы будем выдвигаться к ним и будем всё это дело зажаривать. Лисочка повидаем. Так что погнали с нами. Влог этот, скорее всего, будет за два дня. Желаю вам приятного просмотра. Ну а мы выезжаем на барбекю. Вот и Валира. Здрасте. Ребята живут от нас через одну станцию метро. Мы едем не на метро, как мы едем. Да, мы едем на такси. Поймали такси. Как и говорили, вот намного выгоднее именно ловить и ехать по счётчику. Ну да, если они согласятся, такси метро спорюшит. Не все соглашаются. Особенно когда, час пик какой-то. Короче, сейчас вроде дороги свободны. И то есть вот эти две станции проехать на такси, это выгоднее, чем ехать на метро. Так что... Мы пришли к ребятам. Всем привет! Здрасте. Мы тут пока раскладываемся, у нас ничего не видно, всё в пакетах. Посмотрите, какие в Таиланде прикольные угли. Вот такие с дыркой, я вас вижу. Офигеть, у вас, конечно, здесь гриль такой огромный. Я вот в тот раз, когда приходили, не придал значения, что здесь такая прям кухня. Я тут прям... Красиво жить не запретишь. Вообще. У четверых людей вообще. Мы сейчас карточку купили. Да, вместо шампуров. Иссон, сколько их много. Смотрите, ребят, я вчера взял приправу и на синий. Сделал вот такую курочку. Сделал вот такие вот красивые куриные крылышки в майонезе. Кайф вообще. В майонезе. И себе я сделал свинину, но просто что-то до хрена получилось. Это сервис. Вообще сервис. Стоишь тут, посуду намываешь, потом смотришь на город, на заказ. Ты что, на Титанике, что ли? На Титанике. Ну здесь прям это, так опасненько смотрится, если вот железку вот эту вот все не брать. Короче, смотри, вот у тебя в Топс ходит по утрам хавать. Там дешево утром, можно купить и готовые вкусные обеды. Я что, почем? Топчик. Короче, 65-70 бат, рисик с креветками. Вот тут я купаюсь, вот тут в этом бассейне. Ну это мы заснимали в тот раз. Пошли, я сауну покажу, где, короче, я. А мы в тот раз были в сауне. Ну и в сауне. Ну, знаешь, какая фишка, что там таймеры, которые ставят когда, они ставят на 4 часа. И я раньше не понимал, почему сауна не работает. А таймер это, типа, не выключится она тогда, а, типа, она будет нагреваться до заданной температуры. За это время, да. Да. И я такой, почему она не работает? Ну я понял, на полчаса быстренько уменьшаю, а она за полчаса просто до сотки. И сидишь такой. Так сегодня мы тоже в сауну что-то идем? Конечно, пойдем. Блин, а я не взял с тобой плавки. Там камни, и прям вот в воду плечешь на камни. Это как русская баня. Я тут с одним южнокорейцем, короче, познакомился. Он такой заходит и такой. Where from? Это Россия. Он такой. Баня! Вот, помни с ним разговаривались, оказалось, что он учился в МГУ, знает русский. И вообще теперь мой корешок ел. Баклажанчики моем. Баклажаны, оказывается, здесь довольно недорогие. Ну, тайские баклажаны, я не знаю. Какие есть? Что здесь есть? Хлебушек, есть грибы, есть чеснок, еще грибы, салат, арбуз и зелень. Ну и кетчуп, всякий соус. Какие даты отмечаем? Сын Дио, день рождения. У Вики, короче, набралось круглое число подписчиков, скоро наберется минут на минуту. Очко 21 тысяча. А у меня 80 тысяч на пушистике. Четко. Чипа, перерыв. Папарафас. По пушистику что-нибудь скажем. Ну стой, ребята, давайте по засмыти. На самом деле, на самом деле мне Дэн скидывает иногда в личку дубли матные. Голосовые записывают. Нет, там прям видосы, надо показать. Шампиньончики пошли в ход. Все почти как в России. Только шашлычок не в деревне, а на, я не знаю, каком этаже мы. Какой это этаж? 22-й. На 22-м этаже. На 21-м этаже. Здесь тогда потолки по 3 метра. По российским меркам это какой-нибудь 28-й, наверное. Ну вот, короче, вот на таком этаже мы шашлычки делаем. Да, вот такая она же. Постепенно нанизываем шашлычки. На деревянных шпажку жарить, да? Ну да, главное, чтобы они не сгорели. Так они не сказали, что я неправильно. Так они сгорят же, нет? А вот посмотрим. Других нет. Прогреваем решеточку. Прогреваем решеточку. Ну как дела? Все четко, все четко. Мы наконец-то начали уже подготавливаться. Самое главное, они не горят, да, нормально все? Ну пока нормально, да. Они вот бамбуковые не такой жар дают, как наши березовые уголечки. То есть теплоемделение, уделенная теплоемкость бамбуковых углей ниже, чем наших березовых. Я, как человек с высшим образованием по энергетике, заверяю вам. Тоже шашлычки готовы. Как тебе? У меня вот такой овощной. Главный секрет это много лука. Чем больше лука, тем вкуснее. Я, кстати, не заметил здесь лука вообще. Это неважно, его здесь вообще не должно быть. Он, короче, пока замачивается, ну так ясно мясо, что мясо становится мягким, да. Так, ребятки, время уже половина девятого. Валера с Денисом там вон торчат в бассейне. Они сходили пару раз, уже попарились в сауне. Здрасте. 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 Ну как там на краю, нормально? Вообще клево. Смотрите, да, ребята, клево. Слышим на воде. На уголочке висишь и смотришь на город. А водичка тепленькая? Ну так привык уже. Такая, хорошенькая водичка. Возвращение всех. Угу. После сауны занырнуть. Не, ну обзор здесь просто вау. Смотрите, коли лежишь. И смотришь на город. Да-то здорово. Там снизу машины. Вот это, кстати, основная дорога, по которой мы, собственно, приехали. Вот оттуда от такси шли. Ребята, всем привет. Я продолжаю влог. Извиняюсь за свой такой вот вид заспанный, короче. Ну не то, чтобы заспанный. Я просто вчера себя плохо чувствовала весь день. Это, кстати, уже спустя два дня, после того, как мы увидели с Викой и Денисом, у меня очень сильный чих. И вот вчера я чихнула за день, мне кажется, раз в 200. Сегодня всё это продолжается. Сегодня 8 марта. Я надеюсь, что сегодня, завтра меня отпустят. Потому что в субботу-то мы идём на концерт Гарри Стайлза. Да? Вот. Поэтому я очень надеюсь, что уже отпустят. И, короче... Ой, блин, я рукой в глаз залезла, которая только что растирала шею себе. Валера приходит с тренировки. Оказывается, не с тренировки. Оказывается, из цветочного магазина. Вот. Валера откуда приходит. А на тренировку он только ещё пошёл. В общем, заходит такой в кондом и держит за спиной что-то. Такой раз и букетик мне дарит. Хотя мы с ним договорились, что мы, ну, никак не будем там 8 марта отмечать и так далее. Точнее, 11 марта концерт Гарри Стайлза, это, по сути, будет отчасти и приурочено. К 8 марту. Потому что, ну, блин, близко дни. Вот. Но Валера не удержался и всё-таки принёс мне букетик. Вот это, кажется, лилии. Я не очень разбираюсь, но, по-моему, лилии, да? Вот. Название вот этих цветов я постоянно забываю. Они, кстати, очень такие, как это сказать, любят быстро вянуть. Они как будто бы чувствуют то ли энергетику, что человек, то ли что. Но это я так к слову говорю. В общем, они либо у кого-то прям шикарно стоят, либо сразу плохо себя чувствуют. Но я надеюсь, что у меня будет хорошо. Я тут попрыскиваю и так далее. Тут, кажется, хризантемки. Не уверена тоже. А вот этими листочками в Тае вообще очень любят украшать букеты, я заметила. Где только вот их у них нету. В общем, такой красивый букетик. Спасибо Валерию Леонидовичу. Всё-таки поздравил меня с 8 марта и сделал вот такой сюрприз. Напишите в комментарии, что подарили вам мужья, парни. Или, может быть, вы пошли в какой-то ресторанчик. Ну, короче, как вы провели 8 марта. Вот. Будет интересно почитать. А вот такой салат я сделала Валере на завтрак. Здесь три яйца. Целый авокадо. Зелёный салат с помидорками черри, со всякими листиками. Заправляю просто маслом, оливковым. И, собственно, добавляю всякие приправы. И всё. Вот такой завтрак. Сейчас, короче, садимся. Он у нас запоздал. И, блин, время 12 часов. Ну, в общем, да. Вот так вот, Ниждана Нигавина, ребят, мы решили с Валерией, вот, кстати, да, Леонидович. Здравствуйте. С Валерией решили выбраться в торговый центр на Сиаме. И... Столько тематик. Глаза разбегаются. Я прям, ну, какие-то хочу. Так что сейчас заходим и выбираем. Чтобы вы, кстати, понимали, этот магазин идёт в Кинакуне. Туда, 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 туда. Туда, туда, туда. То есть это всё... 360. Да, он почти что весь круг занимает. И ещё, естественно, там углубление в нём. Это, наверное, один из самых огромных книжных, которые я вообще когда-либо видел, если не самый. Вот когда заходишь сюда, начинаешь копошиться, глаза просто разбегаются. Смотрите, спуки Таро. Это чисто такой холуинский, няшные тематики Таро. ой аниме таро еще не одно вот еще аниме таро смотрите кошмар перед рождеством это это просто стенд еще такой типа то что вам предлагают предлагают а здесь если углубиться здесь их очень много поэтому я даже не знаю что если возьму ну вот это конечно очень огромное такое вести нужно что-то покомпактнее а вот еще кавайный таро красотища да я зашла на стенд всего лишь то что мне эти предлагают а сейчас мы идем к стендам где уже ну прям сейчас шею в общем свернем с вами ребят тоже залезла я уже туда где их побольше таро черного кота the guardian of the night таро таро гармонии вот это я точно хочу есть это приложение mystic mondays там можно открывать типа карту своего скажем так но момента сейчас она открывается в 0000 я как я говорил я это использую не как гадание я это использую как какой-то совет на свою жизнь как то есть я читаю описание допустим карта да и что-то не подчеркиваю такая так с чем бы это могло перекликаться данный момент моей жизни и нахожу нахожу будет вдохновение мотивация для каких-то действий то есть я таро используют так это приложение mystic mondays очень классно но там она платная если вы хотите расширенной версию но у них есть свои вот физические карты таро 849 бат они стоят ну довольно дорого но вот их я точно хочу может быть я помимо них просто возьму еще какую-то коробочку смотрите есть даже таро хокус-покус арты из мультфильма так классно чего только нет короче для фанатов даже разных фильмов там мультиков можно что-то донайти таро с улиткой ну почему бы нет фанаты очень странных дел как говорится пищите ликуйте существуют таро с очень странными делами вот вот она здесь 1057 бат и там это прямо герои и какие-то тоже фрагменты из сериала такая большая подарочная коробка очень круто тоже животными очень красивые здесь арты стоит дешевле даже чем stranger things вот что значит мерч вот тут как будто какая-то мексиканская тематика вот этих таро жалко что сзади нет примеров как выглядит хотя бы две-три карточки вот но все упаковано да естественно распаковать посмотреть нельзя но выглядит да очень и очень интересно вот такое манго таро я не знаю может быть это героини из определенных каких-то аниме или манги в манге конечно да интересненько эротическое есть таро здесь арты различные такие вот ну короче камасудра только таро вот такими собачками сзади есть примеры смотрите здесь разные породы собак и вот арты с красивые очень рисунки тут еще не все для фанатов собак есть еще вот такие доктору вот ой арты обалденные посмотреть очень такие бы сказала с иронией что ли но это еще не все вот еще собаками таро это какой-то художник микки энд дэниел мюллер смотрите в таком каком-то английском прям стиле как будто упаковка огромная коробка здесь это есть сейчас смотрите миниатюрные таро ну типа такие поменьше взять что-нибудь можно а здесь не только здесь еще вон смотрите чтение по ладони ой это что trust the triangle pocket gal под не понятно что это дозреваю я что вот эти еще очень красивые но они идут как не просто таро а что-то вроде ассоциативные карты с какими-то там подсказками woodland wardens я еще не заметила вот эти стенды мамочка родненькая я уже думала все нет продолжение банкета таро кошек вот эти таро of pagan cats это кстати как у меня так у меня они маленькие мне дарила моя зрительница присылала в посылки вот это они кстати очень качественно очень шикарный тоже здесь арты прям карты очень залипательные и шикарно выполнены баффи таро с баффи блин я даже не знаю как комментировать кстати ребят для фанатов stranger stings здесь есть даже раскраска а как вам такое она от netflix то есть это просто официальная раскраска netflix очень странные дела дорогая конечно достаточно но вот тоже карты куплены покажу вам уже все в кондо там таро и еще кое-какие короче ребят я довольна будем все вместе распечатывать ходим мы ходим по пиццу наш ты набрали на какую-то уст яркую узнала кто тут вообще орудие картины такие вот темы залит на есть даже этот даже мотороллер стоит всякие светящие сердца есть больше понравилось чем там где гути всякие хиручи с более неформальная такая тема как полет как пистичковые всякие магазины местные бренды ну плюс еще вэнс всякие найк но я говорю да неформальный также здесь ваш пойдем за гелем для душ хотя бы бомбочку не запустим но хотя бы гель здесь там достаточно большой отделка стучка у нас же осталось только название какое другое это не иван это другой и кстати здесь бомбочки трогать нельзя здесь если вы хотите взять бомбочку вам нужно надеть перчатки у нас по-моему можно было взять трогать ну чё всё на не ухачивало да мы перенюхали все гельные душа и сделали снова вывод что наша самая любимая это все-таки гуд карма да у неё запах очень клёвый а вот это вот чисто какой-то краской пахнет это очень своеобразно хэппи хэппи тоже очень классно здесь есть нотки каких-то цитрусов у нас тоже он давно был было ну ценники конечно охренеть даже за самый маленький за это 10 грамм 1000 даже больше 1000 рублей мне кажется у нас он был дешевле ну ваш никогда не отличался тем что он дешевый но явно он был у нас дешевле пусть валерия пришли в заведение перекусить которым кстати были папой когда валерия лежал в номере обгорели мы были на самуи вот сейчас мы здесь с валерием а я заказала себя ну такой типа но не бэнта музея как называется вы короче наборчик еды и три портии роллов идеально чё правило что праздничное зажирование получается что то есть восьмого марта такие сарова наливные ну вот эти подразумевают слишком это тоже роллы не просто это юные да я покажу что это суши а это типа спайси какие-то роллы это спайси с креветкой там тоже с креветкой и вот здесь у нас с авокадо с правой палочкой а у меня такой сет это курица с рисом маленький маленький салатик и мисо супчик всем этим делом я тоже поделюсь с валерой так что вот если вы тоже сейчас кушать желаем вам приятного аппетита ну и водички взяли попить ребятки всем доброе утро смотрите у меня здесь распускаться цветочек хочет букетики интересно все ли они распустятся потому что эти полосы еще закрыты там вот один тоже смотрите на его не видно почти что тоже распускается красота ну короче когда вот эти розочки они больше они быстрее всего придут конечно негодность я просто разберу букет и наверное оставлю только эти цветы уже отдельно маленьким букетиком посмотрим как себя будут вообще чувствовать и как долго простоят я все немножечко попшикал водой кстати ребят хотел показать какое платье вчера приобрела ну как валера короче мне купил я в нем пойду и на концерт гористалла и просто ну просто новое платье ой я сейчас уже кофе выпила вроде одну порцию всего мне что-то так штормит просто прям вообще меня конкретно фигачит ладно я сейчас немаленечко стихнет стихнет этот пыл короче платьишко что мне нравится больше всего то что его можно носить без бюстгальтера потому что очень хорошо держит грудь смотрите я мерила два варианта платьев кстати h&m то это и другое они цветочные но вот это все таки понравилось больше сначала думала взять оба потом думаю ну не как-то больно жирно надо что-то выбрать все-таки одно и остановилась вот на этом сзади здесь такие завязочки на спине здесь есть молния застегивается и то есть вы затягиваете как бы верхнюю часть платья вот этот бюст под себя и это прям держит все держит то есть бюстгальтер вообще не нужен вот эти конечно можно и так вот спустить ну как-то уж больно ну не знаю ну не мое вот типа голо голом больно я вот надеваю как бы резиночки вот так на плечи мне нравится она кстати прям такое еще натуральное как тяжело говорить из-за кофе что-то мне какой-то крепкой крепкий сегодня сделал короче мне нравится что платье такое натуральное но идет этот из хлопка красота и цветочный принт это что я люблю пчелка тут видите даже есть короче я довольна платье прям суперская ну так она чуть-чуть откровенная конечно потому что ну зависит опять же от того какого размера там грудь да но не то чтобы откровенная но ну типа показывает показывает ваше богатство так слегка слегка но я так подтяну повыше все как следует завяжу плотненько оп чтобы ничего у меня не слесело но оно не должно сидит прям плотно хорошо не должно ничего свалиться и хотела бы еще показать вам пару колод карт которые тоже вообще я сама я хотела купить но поле так как забей иди бери и расплатился ну знаешь как подарок на 8 марта вот и мы еще за ну да влаш мы кстати купили этот гильдя душа карма это самый любимый гильдя душа от лаж гуд карма это так пахнет шикарно одновременно цитрусовыми и одновременно знаете каким-то чем-то прям таким как будто церковным то здесь то ли ладан то ли чего вот здесь описание есть аромата в принципе вот orange пачули и orange iconic fine fragrance короче это самый айконик у лаж это гуд карма вы когда принимаете с ней душ действительно вам кажется что с вас смываются нафиг все грехи вот если вы очень грешны вот помылись и как говорится душу отвели у меня карма есть еще аромат дома кстати только маленький флакончик им часто пользоваться просто невозможно он очень стойкий он очень яркий мне кажется если им прям пользоваться то вот везде куда бы вы ни зашли если вы с этим ароматом вот сразу же будете замечены прям сразу же я очень редко пользуюсь и буквально один раз и этого пшик один раз еще месяц у вас будет одежда пахнуть то есть он мне одновременно и нравится и одновременно такая блин ну это типа too much too much вот двоякие у меня отношения к именно к аромату карма вот гель душа кожа потом такая приятная и легкий аромат есть так что если выбирать между все-таки парфюмом карма и гелем для душа гель для душа будет более такой носибельный и жизненный вариант кстати у меня кожа до сих пор пахнет кармой вот я вчера приняла душ не сильно но есть так что такие ароматы у лаж конечно очень очень заметные но у лаж как бы есть вот хейтеры кто не любит вот типа вот эти треские запахи там так далее типа блин несет на весь торговый центр этим лажем только зайдешь уже понял что здесь есть лажь фу а я отношусь к категории людей наоборот я захожу в торговый центр к здесь есть лажь и такая на крыльях любви в ту сторону двинула какому типу относитесь вы напишите муж пришел тренировки здравствуй спортсмен ну как прошло да я в платье скиллом сижу в общем и дня осморется двину в нем на концерт должен заметить подначиваешь что ли меня если в сцене пробьешься и так две колоды карт вот это таро а это оракулы но оракулы больше знаете купила как обозначить типа метафорические карты но тут можно действительно вот в метафорическом смысле их как-то воспринимать или как какое-то напутствие как как прям совет уж особенно вот эти вы сейчас поймете почему я вчера их открыла посмотрела это просто вау это такие красивые здесь арты здесь так все продумано но самое главное что стоят они дешевле чем вот эти вот выглядит просто очень красиво trust your intuition intuition господи гайдбук где обозначение всех карточек что что значит там в прямом положении в перевернутом положении вот все здесь прям качественно это так сделано цветная печать и сами таро и знаете они такие красивые вот у них очень яркие арты вот что мне нравится чем нравится мистик мандейс что у них все идет на таких неоново кислотных цветах шикарные прям картинки они одновременно минималистичные но очень залипательные посмотрите какие цвета фиолетовые здесь прям в преимуществе фиолетовый вот голубой но мне кажется фиолетового прям больше всего и вот как-то фиолетовым цветом это все вдохновлено смотрите какие красивые но это еще не все рубашка кстати у них вот такая смотрите какие они в стопке это просто что такое это космос это космическое что-то невероятно красивое как будто бы диск музыкальный да итак вторые карты джессика роуз это создатель или ну не или а она же рисовала по моему арты для этих карт это что-то нереально атмосферное во первых вы посмотрите на это оформление помимо животных видно что здесь очень классно вписан и растительный мир есть цветы всякая зелень растения то есть это очень красиво вот смотрите как сбоку это все выглядит тоже естественно 10 гайдбук где все толкования вы знаете что мне больше всего зацепило что здесь смотрите идет животное и животное идет каким-то растением например вот the horse and a blue bell конь и грубо говоря вот этот вот ну как нас называют колокольчики вот это растение полевое и идет идет обозначение коня значит и этого растения вот например дальше то есть тоже и здесь как приводится идет начало описание что обозначает это животное но то есть даже не то что обозначает нет неправильно говорю какая-то аналогия проводится например вы робкая как мышка там допустим вы боитесь там чего-нибудь там как мышка вот затаились но это я так утрирую но вот в общем говорю вот там как медведь то все то все и потом сказано иначе про растение но как это растение там вы произрастаете там своими корнями в свои будущие там я не знаю амбиции в свои планы да 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 но это я так очень очень утрированно вы меня поняли то есть сначала идет такая аналогия про животное и про растение и дальше идет вот какой-то типа совет и в зависимости того на какую ситуацию вы скажем так эти карты там раскладывать или что в этом себе в голове держите вы можете вот это обозначение про животное аналогию провести и про растение и это прям что-то сказочное правда посмотрите какие здесь арты во-первых рубашка у карты у карт смотрите какая они еще такие чуть-чуть шероховатые очень приятные в руках вон как здесь красиво сделано больше и вы только посмотрите на эти картинки вам так несколько полистаю здесь кого из животных только нет мне это понравилось смотрите улитка и это черника они мне в серпле не справятся рысь и black thorn я не знаю это что за растение the beaven and birch с березой боберна здесь еще такой желтоватый вот этот вот цвет он прям добавляет эстетичности мне кажется петушары и подсолнух видите да здесь не только животные здесь и насекомые птички рыбы есть вот так вот так и то есть вот вы вынули допустим карты ну тут как бы в книжке есть около трех вариантов как можно ими пользоваться но также можно и просто допустим взять так стопку и такие чего нибудь там подумали о своей жизни и читаете там типа аналогию про эту рыбу про ландыш и как это на свою жизнь принимаете то есть это не гадание это больше такое вот как какой-то совет и все типа может быть вам это как-то поможет мне короче очень понравилось очень красиво и прям вау валерия вот это вот колода очень зашла мы вчера листали ее лежали прям залипали вот такие вот в общем покупочки подарочки точнее в общем ребят на этом я в лога буду заканчивать усидится умонтировать свежаясь тут патчами пойду валера да приготовлю завтра будем начинать наш денек и все хорошего вам настроения обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал потому что там я каждый день мне кажется я минимум три поста в день выкладываю что-то пишу ссылочка в описании влога обязательно заходите комментарии там кстати открыты от комментариев можно перейти еще и в чат где можно пообщаться так что вот общение у нас там полным ходом все увидимся в следующем влоге а может быть следующий влог уже будет концерт гористалда не знаю а может быть я выложу один между ними самуи то что я его сейчас тоже монтирую ну и собственно все все целую пока